всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения с вами рэй мы продолжаем играть в tower conquest в первую очередь что я сделаю это зайду в тренировочную и заберу нашу команду и также я ее отправлю обратно да пускай занимаются так друзья мои за аренку мы забираем с тобой 18 карточек на смотрителя и плюс ко всему у нас будет бонусом вот такие карты жрица по моему не прокачано у нас по фулке и у нас ребята новый сезон так как новый месяц и опять же в награду будет жрица эти ну что же я выберу пожалуй вот эту вот команду да пожалуй ее и будем эксплуатировать на данный момент а почему ребята потому что здесь есть полотенчик а это самый легкий способ и быстрый нет наверное самый быстрый это когда ты запускаешь ползуна который быстренько докатывается до базы и взрывается вместе с башней ну в нашем случае это молотенчик он тоже хорош он тоже пробивает всех это же взрывает башню ну что друзья мои это мы прошли давай посмотрим что у нас на ежедневках а тут у нас ползун подожди секундочку а ползун по моему есть я не путаю ползун у вроде бы как не прокачан все-таки до конца нет друзья мои прокачан прокачан но мы его недавно только прокачали потому что всего лишь 23 карточки после максималки вышла ну что ж тогда мы не пойдем чтобы на ежедневные испытания а пойдем проходить основные миссии и здесь у нас с тобой значит так голем естественно у нас здесь костяной хранитель и банши а возьмем мы наверное этот же отряд и я думаю что должно все у нас получится единственное что вот банши мне не нравится здесь хотя у нас есть бфг который в принципе ребята выносит банши мозги на раз но когтистый до когтистый здесь совсем ребят не в тему ой-ой-ой-ой-ой-ой что же ты делаешь то блин да он всех сразу ребята вызвал так давай тогда молотильщик попробуем бы сейчас орать начнет вот вот что я ребята добивался и у нас очень хорошо получилось кстати как раз молотильщик когда стал погибать ребята выпустил своему циркуляру в принципе что и привело к уничтожению вражин причем довольно серьезное уничтожение практически всех подбили так вот здесь ребята чем опасен когтистый естественно своим черепком летающим когда он умирает он бросает свою голову которая взрывается и наносит урон юнитом стоящим позади а это именно костяной ой служитель тьмы это бфгшки которые постоянно прыгают ну и еще многим-многим как говорится легко легковесным юнитом который взрывается практически от бабушкиного придержа можно так назвать ну что же друзья мои а здесь у нас здесь прыгун чтобы не делать с прыгуном блин а как нам его контролировать подожди секундочку прыгун ну давай попробуем вот этот отряд я просто не могу вспомнить паладин у нас выдерживает друзья мои полную фуловую атаку от прыгуна если выдерживает то хорошо а если нет а если нет то мы с тобой проиграем вот сейчас мы как раз то и посмотрим да ребята выдерживает даже я скажу тебе с лихвой даже половину хп он ему не отнял ну отнял конечно но выдерживает одним словом так что можно спокойно и смело выпускать паладина на поле боя против прыгуна единственная проблема здесь в другом ребята что прыгун ты сам видишь да он идет а мы вы напугали еще к тому же ну что же раз он напуганный но сейчас все равно ребята будет свой прыжок делать само собой этом позвал паладина щитобота а вот это вот уже не надо делать бяка это несчастная смотри что творит так распетрушиваем бим бим отлично ну и все можно наверное сказать ребята пол дела сделано до пол дела сделано прыгун здесь обделся чуть-чуть потому что он прыгнул никакой истерики не было и мы его естественно сейчас добьем а я вызву в этот момент друидку пускай идет пускай наказывает их всех блин вот это плохо ребят а ей как плохо не понял а куда а как то у меня здесь оказался как у меня близ это оказалось позади и вроде бы молотичка в бомбил а он почему-то оказался позади удивительно ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой друзья мои смотри смотри что творят так ребят 27 секунд кстати это уже не смешно вообще не с куличкой урон там с собой не наносим ядрен матрион а в чем проблема то я не могу понять что не так то щух повезло повезло ребята мы успели с вами вовремя разнесли моему базу а он кстати прыгун скаканул но сзади у меня уже как ты наверно догадался шел паладин поэтому он ему ничего сделать не смог даже при истерике ну что же здесь у нас старый дед буржуй будет боссом поэтому не стоит друзей мы сильно расслабляться наоборот как говорится сгруппировались сконцентрировались и ждем ждем подвоха так внутри стоя наверно не успею накопить хотя мне очень бы хотелось 300 накопить я успел и надо прикрывать прикрываемся паладином друзья черт не успеем паладина давай щитобота ауч блин на час черепушку свою бросить так ведь ну конечно же друзья ну мы конечно же он бросает свою черепушку ладно нам надо с тобой босса уже так служителя тьмы ребят подтягиваем так что такое все мы тут разрушили и вот теперь я буду вызывать друидку потому что чуть вот он тут уже даже чувствовать не надо ребята он вышел и начинается блин а этот же служитель тьмы еще сзади ну конечно же конечно же друзьям еще служитель тьмы позади а мы с тобой не успеваем да походу сделать друидка ты будешь тотем выставлять ё-моё он сейчас накажет нас ребят вот главное ребята здесь надо было уничтожить служителя тьмы который сзади делал хил да и после того как мы с тобой его разобрали дела пойдут у нас соответственно в гору если бы друидка бы еще конечно бы вставляла бы тотемы красные цены бы и не было у нас ребята 46 секунд что-то враги напирают на нас надо немножко кто-то разгребсти и начинаем уже бомбить по самой базе но тут уже все ребята если мы вражин прижали как говорится возле стен их него замка им уже некуда деваться и мы их тут ну сам видел что сделали просто уничтожая ну что забираем свои награды и двигаемся дальше а дальше у нас ребята это награда естественно сундук нежитий в котором нам выпадает да ничего хорошего кроме денег да и деньги наверно скоро уже тоже нам не нужны будут потому что нам надо будет просто левел даже не левел ап а звездность нам нужно повышать звездность ну что друзья мои здесь у нас бродяга плюс мечник это у нас получается территория подданных насколько я понимаю и будем отстаивать будем отстаивать свои права друзья мои на выживание такс вышел мечник мы наверно с тобой запустим ой-ёй-ёй подожди секунду подожди а как мне вот так вот мы сделали все правильно все получилось у нас хорошо естественно ниндзя здесь помогает нашему джаггернауту и наверное я еще вызову вот таким вот образом ай-яй-яй как жены как же он друзья мои все таки уничтожил бедную мою ниндзю да ладно сейчас посмотрим да ты посмотри что он творит а а фехтовальщик и друзья мои фехтовальщик с легкостью с легкостью расправляется с бродягой просто на ези порубил его в котлету считанные да он буквально один удар или два нанес и все ребята так мы выполнили с тобой квест исследователь ой-ой-ой-ой куда ты побежал братуха подожди щук-щук вот так его порубать правильно так и наверное сейчас ниндзя так подожди 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 ой-ой-ой-ой ать куда ты есть хорош хорош нормально друзья мои пошла маза давай этого вызываем блин но здесь ты мухана конечно ребята я не полу то что сейчас что а что было то а какого фига он бы пришел ткнул опять в инвиз ушел не ребята это фиг это не это ребята полная чушь что сейчас было как он интересно вы из инвиза точнее он дрался он ушел в инвиз прошел через моего бойца и нанес удар замку это чё за лажа сейчас было с какого фига он так сделал вообще это не честно ребята это не честно что он тут он сейчас вытворил это бредятина полная хуй вообще не должно быть по приори ребят офигенно блин красавцы просто чё я могу еще сказать хорошо придумали блин просто взял в инвиз ушел спокойненько там свои дела сделал молодец я в шоке ребят так ну ладно сейчас все равно запинаем ребят ну конечно попытку мы с тобой сфилили одну такое бывает в этой игре такс ну что друзья я думаю здесь тоже мы справимся тут магистр кислых щей ммм ну я не знаю бьет он да далеко конечно у него массовая атака с ним очень легко справляется ниндзя но и джиггернаут в принципе наверное да что ж ты будешь делать то а так хорошо двоих накумарили ну ниндзя понятное дело бежит как всегда за могу так вот об этом ребята я говорю вот смотри смотри что вы еще утворяет бомбит массухой конечно это не очень приятно но бродяга ты не пройдешь уж извини конечно ой а чё я же вызову странно нажал на кнопку вызвать он не вышел сейчас бы так бы продинамили бы с тобой бы урон так ребят последняя энергия у меня здесь остается и я по прежнему буду добивать этот отряд просто этим же отрядом будем доигрывать ну что берем да я думаю джиггернауты здесь вызвать можно и сделаем на равно так еще блин сейчас это хиляд же начнет а хламонкой хотя нет не успела тут ничего сделать серьезного нам тынь тынь нормальная ну что все по моему песенка их спета да их песенка спета прекрасно ну что же мы с тобой переходим на последний этап босс король просто на паспорт ребята босс будет здесь король так что давай возьмем наверное да давай возьмем этот отряд посмотрим как пойдет маза у нас так голем угу угу вот так он значит решил да так ну что же голем ребят конечно голем пойдет в первую очередь а под голема мы уже с тобой ставим служителя тьмы а вот под всю вот эту вот ребята волокиту мы с тобой сейчас поставим еще ой ну давай деда поставим фиг с ним хорош по башке то получил дубинушкой у нас еще и торнадо здесь я еще и вот так сделаю бэмс да я вообще то хотел не скорость увеличить я хотел карточку взять ну по моему да ребят тут быстро прикинь даже король не вышел он просто не стал выходить испугался бедолага это все у нас с тобой есть ну что друзья мои нефритовая долина смотрим так ронин точнее самурай и тиракоша да самурай и тиракутовый воин ну что же хорошо против самурая у нас один на один выходит голем а а прикрывать будет его молотильщик друзья это будет самое то вот блин зачем ты лезешь то а молотильщик вот нафиг ты лезешь вперед батьки в пекло вот я этого не понимаю ну тут конечно жестко тиракошу так легко не пробить он все время стоит ребят в защите постоянно практически в каменной в этой своей ну мы с тобой бфгшками сейчас забомбим их просто не дадим им шанса ни одного ай-яй-яй-яй в истерику упал он начал стерить да там что-то слишком много молотильщиков у нас они просто ребят распетрушили замок своими пилами ну и что тут у нас всадник на журавле вот ребята вот эта команда не подойдет сюда против всадника на журавле служитель тьмы ну вообще никак друзья уж извините здесь паладин паладин здесь самый оптимал он во-первых достаёт по нему во-вторых он более-менее живучий пока всадник на журавле будет его бомбить наш будет его уничтожать такс ну что же нам ничего не остается как вот так делать ребят и плюс ко всему прочему нам придется еще знаешь что сделать вызвать баллисту плюс щитобот плюс еще наш всадник на журавле и вообще великолепно сейчас будет тут уже все ребят хех песенка его честно сказать спета плюс заморозка еще нам выпадает ой вообще шикарно ну ему не пробить здесь уже нашу так сказать нападающую команду и он будет потихонечку сейчас получать мы его и станем я смотрю тут постоянно практически да без шансов что-то он тут хотел сделать что-то думал у него получится но нет нашего брата так легко не взять третий этап вот здесь конечно да ребята вот джен но мы его можем с тобой что сделать притянуть к себе у нас есть специальная магия притягивание называется и мы его можем с дальнего угла притянуть к себе и соответственно наказать так будет даже эффективней так я успею паладин это вызвать успею так давай возьмем щитобота щитобот чем ребята хорошим мало того что он живучий он еще ребят может и станет наших противников конечно шанс на стан не такой большой как хотелось бы видеть но все таки он есть а вот и ребята его джен ползет поэтому я уже говорил его к сюда к нам ну два голубчика развернулись и пошли далеко конечно не ушли ооо опять ребята вот джен вот это паршиво ребят ай-яй-яй-яй-яй-яй да хорош ты уже заколебал там уже три бунькать я не знаю как все это назвать все там колдует блин опять он да и заклинашки у меня нет чтобы его притянуть вот вот сейчас вот красный тотем ребята уничтожат так 45 секунд опять он вылезает посмотри ну последний марш бросок так сказать рывок есть контакт есть друзья мои контакт ну что же последний этапчик у нас тут точнее последняя энергия на этом отряде да тут уже как говорится и до босса рукой подать а босс у них кто будет либо а это нефритовая долина кто их там богиня солнца либо бог ветра одно из двух слушай я 500 энергии накопил я могу спокойно вызывать друидку пока это дойдет мы с тобой его на одних тотемах сможем разобрать согласись а вот черепаха это уже похуже черепаха друзья это очень плохо ну мы баллисту вызовем она не начинает мои тотемы бомбить ну друидка же не дурочка согласись она сейчас новых тотемов наставит так что для нас это ерунда заморозка оп притягиваем 2 еще одну усадника на жаруле это 3 ну а дальше тебе уже известно что что здесь сейчас будет тут будет тотальное ребята уничтожение сам видишь мы даже ребят здоровье только уменьшается у нас сразу два хилищих тотема просто выхиливает полностью так а вот и последний этап у нас последний этап блин тут богиня солнца ну давай возьмем наш супер турбовый отряд имбовый попробуем именно им наказать так самурай да но против самурая вызовем рыцаря мага репульсор пускай тут у нас походит чуть-чуть что-то вуджен что ли так ну ему крышка вуджен этому захотел там патруля лякать ничего не у него получилось да да даже для меня ребята очень быстро мы разнесли красавчики что я могу сказать ну давай награду нашу так ну что самоцвета нам дали так территория роботов ребята я хочу глянуть у нас может давай вот эту энергию потратим так значит здесь джеггер наунт а что у меня будет голем что ли отбиваться у меня будет отбиваться ребята голем под прикрытием фиг знает что тут что тут прикрывать и успеет ли он прикрывать так ну ка а почему корни то сюда по почему корни здесь появились я не пойму так хорошо уничтожили мы а тут можно наверное друзья мои и ускориться чуть-чуть потому что все равно он уже здесь ничего нам не сделает прекрасно смотрим дальше друзья у нас второй этап энергии остается только лишь только лишь на одном отряде да только лишь на нашем вот этом имбовом отряде но друзья этим отрядом мы пройдем с вами этот этап сто процентов так кого вызвать то наверное родина в первую очередь ну давай да ёпрст ну что ж ты нет тут ребят родина не катнает его разберут сейчас к сожалению но он больше половины за руку и отнял это хорошо ой ай-яй-яй так карточки на толкателя выпали ну и прекрасно да толкатель даже не успел ничего сделать сразу ронина вырубил ну как то так погнали дальше так у нас третий этап ммм давно не было бота с ракетой теперь он тут появился да ну что он сделать ребят пока он там будет пшикать пшикать мы его надеюсь успеем разобрать а он пшикать будет очень часто особенно под прикрытием танков почему я только выпускаю ронина он сразу же выпускает ребята мне вот этого хламона заколебал он а вот ребята и пшикальчик ты видал че делает а ты видал че он сделал бомбанул как раз в моих всех воинов ронин сегодня ребята вообще что то не хочет работать выходит без истерики весь какой-то ватный вялый непонятный но тем не менее мы разобрали так четвертый этап здесь спортивный бот бот паук будет тени толкай делать свое свое любимое тени толкай я сейчас хочу попробовать ребята с ведьмы начать просто накопить и выпустить ведьму первой так толкатель ага должен успеть ребят должен успеть опа он даже ничего не успел сделать хотел но не тут то было так и даже бот паук не помог ему прикинь все моя маленькая армия зомби уничтожит замок вот так ведьма вот так молодец ну что же последний этап друзья мои последний этап и это у нас ядерный робот мы можем с тобой сейчас кстати сделать так что он даже не успеет вылезти только надо постараться это сделать на ускорение ребят да тут тебе прям ускориться здесь иронин тоже молодец красавчик блин нифига сегодня не хочет выбегать просто не хочет выбегать ну уничтожайте да ядрен матрен вылез откуда то так бомбанули бомбанули васадули ну что если я не ошибаюсь друзья мои а а слушай мы так долго воевали и босс даже не вышел друзья долина захватчиков так друзья мои к сожалению у нас нету больше энергии блин только разыгрался ну что же тогда давай на сегодня будем заканчивать эту серию всем удачи и до новых скорых видосиков Видосиков.